Итак, снова здравствуйте, дамы и господа, дорогие наши ученики, мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу, где по очередности идут специальный комплекс мануальных декапрессионных и вибрационных воздействий, которые, как правило, бывают тяжело запомнить, поэтому я решил вам сделать специальное графическое отображение методов мануальной декапрессии и вибрационных техник. Этот массаж отличает от классического тем, что там очень много растяжек, глубокой локтевой работы, много проминания глубокого и везде внедрены вибрационные техники, патриархами и прочее. Вот примерно разделим это сейчас все на 4 сета. Сет номер 1, сет номер 2, сет номер 3 и сет номер 4. Как любой массаж начинается с поглаживания, с намазывания масла, с растирания прогревающего до состояния гиперемии. Это когда на коже есть ярко выраженное покраснение, румянец я его называю, в шутку. Поэтому этот этап я не буду показывать, но мы работаем, еще раз повторяю, с противоположной стороны человека. Работаем с первой стороны, это со стороны сердца, то есть с левой стороны. Поэтому зоны мы делаем, вот условно, плечо-лопаточную зону, да, ну я вместе с этим, с грудным отделом, может, конечно, еще пополам поделить, вместе с грудным отделом подвоночника. Это зона 1, которую мы прогреваем, разогреваем. Все наши движения идут снизу вверх, то есть в сторону сердца, и от периферии, ой, в смысле, от центра к периферии, это вот наши основные правила, чтобы лишнюю переработанную кровь, быстрее ее отток сделать, и лимфу, чтобы она уходила к лимфоузлам. Во-первых, патхуум, во-вторых, под мышечным зонам, и в-третьих, под ключичным зонам. Соответственно, каждый следующий этап, отдел, мы тоже делаем снизу вверх, снизу вверх, будет нога тоже снизу вверх, если рука, то отсюда тоже пошло, это я вам показывал в других видео, если шея, то тут сверху вниз, то есть в сторону сердца. Голова тоже сверху вниз, уши, самый последний этап. И потом мы прогоняем общую зону, всю, целиком, в завершающую стадию, это я потом расскажу все эти четыре, завершающая стадия в обратную сторону, в обратном направлении, как бы утихомиливая наше воздействие. Если тут мы все гоним к голове, там, в принципе, может подняться давление, да, то, чтобы его выровнять, да, нам надо все это увести обратно. Соответственно, здесь мы разделили все по половинке. Симметрично работаем. Я начну слева рисовать половинку, да, но вы сами понимаете, что на правой половине будет то же самое. Значит, разогрели всю эту часть, да, от ягодицы до шеи. Далее включаем вибрации. Начинаем первую вибрацию с крестца. Ну, выжимки тоже делаем, выжимки, это мы тоже не будем на этом останавливаться. С крестца. Первая вибрация идет на прямой руке. Мы делаем упор в тело человека, да, и за счет такого тремора пальцев, когда их практически перед глазами не видно, растрясаем его. Вот в этом направлении доходим до трапеции, снизу вверх. Вторая вибрация – это змейка. Мы берем паравертебральную мышцу, вот такой демонстрационный материал у меня есть, змейка, да, и проминаем его вот таким вот образом. Ну, их, на самом деле, паравертебральные мышцы, их много, там пучки мышц. Тоже снизу вверх, это я нарисую вот такую плавную змейку. В этот момент мы тоже задаем покачивание, то есть это вот уже как бы вибрация идет, да. Движение похоже на, как в классике, двойной кольцевой захват. Только тут мы работаем с более локальной частью. Паравертебральные мышцы идут до, сейчас покажу, вот тут примерно проходит рёберная дуга. То есть вот они идут от центра оцистых отростков, да, до рёберного позвоночного осуществления с боковыми отростками. Тут есть нюанс. При вот этой змейке, да, которую мы делаем, задней рукой, которая у нас ближе к крестцу находится, мы растрясаем ещё организм. То есть таким образом мы позвоночник ещё раз, и каждый раз будет не лишним, мы ещё раз его достаточно ярко... Ну, начинаем с крестца. Вот так и широко мы его раскачиваем. Это уже другой вид вибрации. Третий вид, получается, четвёртый вид вибрации. Давайте записывать. Так, первое. Это была змейка. Второе. Это тремор, его назовём. Третье. Это такие кивки в тело человека за счёт того, что мы опять рукой делаем упор, а другой рукой поднимаем свою руку, получается такой вот небольшой удар. Удар по рёбрам в основном идёт, в верхней зоне. Поэтому я его нарисую вот таким зигзагом. Пробиваем. В этот момент уже тоже можно услышать траст, хруст. И это третий, я назову его зигзаг, ударный зигзаг. Четвёртый, получается, сложный приём, когда мы обнимаем, как на вытяжке, на выжимке, всё тело с утяжелением. Большой палец упирается у нас в астистые отростки. И мы, разворачивая тело, поворачиваем вот так, подбиваем каждый астистый отросточек. Стараемся, по крайней мере, в каждый попасть. Таким способом, чтобы он в дальнейшем легче поддался ротации. То есть, это будут вот такие вот движения, девочки. Вот. И уводим лимфу, в общем, подключичную зону. Далее, что мы делали? Мы разогреваем достаточно быстро движениями. Это уже трение с растиранием. То есть, растирание с разминанием, переход на такой момент. Если растирание мы делаем просто за счёт трения, то здесь мы подготавливаем вторую руку так, чтобы скатился, скатался валик тканей человека, кожу там, да, подкожно слоёв, под большой палец. Сначала рукой, потом локтем. И таким образом мы проходим вдоль вот отсюда мышцы. Идут вот так вот, верно, во все стороны. Сначала, значит, вдоль этих мышц, потом поперёк этим мышцам. Достаточно такие большие разогревающие части мы до сюда. Ягодицу тоже разогреваем. Трением локтями вдоль. По росту мышц. От большого версия лобедра. И поперёк этих мышц. Квадратные мышцы. Квадратно-поясничные мышцы находятся вот здесь. Так же прорабатывают во всех направлениях. Тут загоналит. Вдоль. И поперёк. Вот такой немножко грязный рисунок получился. Но я думаю, вы можете включить видео, промотать чуть пораньше, чтобы понять все эти пояснения, про которые я вам говорю. Вот этот вот кольцевой, сейчас как это назвать, выжимка, который дно спать выгодит. Выжимка с подбитием осистых отростков. Пятое. Разделом лев. Растирание. Если хочешь, это был один пункт. Напишу. Растирающие разминания. То есть, еще пока не глубокое разминание. После этого мы переходим к жестким техникам. То есть, наша рука превращается уже в кулачок, в лапу леопарда. Есть разные движения, когда мы на сжатии работаем, пощипывание, трение этими костяшками пальцев. Шестеренки делаем. Это вокруг, в основном, округлых всяких частей тела. Кулаком работаем, плоскостью это получается утюжок. Потом вот этими костяшками работаем, вот этими костяшками. В общем, все, что жесткое, всеми костяшками мы начинаем работать. Значит, смотрите. Прием называется открытие ключей для шлюзов. Мы паравертебральную мышцу от позвоночника, от асистых отростков, пытаемся как бы оторвать, отвести. По сути, мы делаем что? Кулачком зажали и растягиваем ее вот так вбок. Идем, получается, первый проход. В эту сторону. Вторая рука. В эту сторону. В эту сторону. В эту сторону. В эту сторону. Стрелочка. Туда-сюда-сюда. То есть, одна рука, которая ближе к голове, она задает поворот, вторая. Повторяется в противоположную сторону. В эту сторону. В эту сторону. Сюда. И туда. открыли ключи для шлюзов следующий проход мы запускаем воды и шлюзов ответ у нас теперь ведущая рука открывая сам шлюз кулак кулак вот этими костяшками перпендикулярно телу перпендикулярно оси позвоночника до отводит все в сторону открыл отвел открыл отвел открыл отвел сюда 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 далее сделаем мы захватывали плечо нарисую чуть повыше чтобы не видно плечом трючих сторону мы захватывали кулаками его за лопатку первая зона вторая зона подмышкой практически третья точка приложение усилий это само плечо поднимали и потряхивали до 1 2 подели 3 подняли потом поднимаем за общую зону и с моментом вибрации с тряска такой дамы и как опускаем пока плечо не падет и вытечет и не ляжет обратно на стол так получается тоже для этого вибрации подъем плеча и лопатки итак получается значит первое это подъем плеча и стряхивания его да потом открыть ширус открыть ключи шлюза до набор никами прошлись 3 это открываем шлюз и кулачком как бы спускаем воду и кровь и лимфу вводим от центра к периферии далее мы переходим на ягодицу с ягодицей мы работаем как ну во первых растираем это я уже говорил звезда и поперек и параллельно и по диагонали и крестец отдельно отдельно даем крестцу много внимания здесь мы прорабатываем еще точки во первых точке на самом крестце точки выхода нервных окончаний из крестца указать вот эти вот видите крестец это 5 сросшихся костей между ними есть 4 выхода для нервов эти места мы также прорабатываем точечно раз-два-три-четыре прорабатываем точку перехода крестца копчик прорабатываем ось воздушно кости сверху над ней как бы вот покажу уходит вот выше выше зоны ягодицы то есть тут заканчиваются мышцы а сама подвздошная кость она расти идет гораздо выше мужчин сантиметр это на 5 у женщин тут прямо с ладонь там сантиметров 7 8 получается значит прорабатываем места по этой косточке с вибрацией пальцем от центра к периферии по месту крепления мышц и над этой косточкой далее уходим в руку работы с ягодицей значит шестеренками и и растрясаем точке и крестца 5 разминание ягодицы всех ягодичных мышц значит что мы тут используем мы используем во первых растирания потом прием который называется куриная лапа когда у нас все пальцы расходятся так же лапа леопарда на все пальцы расходятся в разные стороны и вот эти тоже расширяются это получается мы устанавливаем палец на крестец и вместе где крепятся ягодицы ягодичные мышцы мы стараемся в разные стороны как бы тянуть побольше мяса от костей делись кости от мяса потом кулаками хаотично прорабатываем если у нас там мышцы проходят мы и зажимаем и между мышцей вдоль вот этих вот волокон проходимся и поперек потом следующим этапом растираем шестеренками лапа леопарда три прохода делаем по верху ягодицы посередине и вокруг вертела бедра он находится здесь далее проходим опять же в этом направлении от периферии и ближе к паховым узлам кулаком жестко раз два три следующие вибрации мы задаем вдоль теперь тело снизу вверх придерживая ягодицы рукой со стороны до с противоположной а с этой стороны достаточно сильно глубоко прорабатывать и мышцы вверх раз проход 2 проход 3 проход по крестцу проход далее продолжаем кулаком кулаком по крестцу прямо даже но когда мы переходим на позвоночник это я уговорил . 51 перехода за этот камень преткновения все что находится выше в нее растет вверх соответственно мы это все растягиваем вверх получается человеческого скелета все что ниже там ноги крестец мы тянем вниз и на крестец можно жестко достаточно нажимать на вот эти до 2 до 3 позвонки тоже можно жестко нажимать но на сами осисти отростки вы берегите пожалуйста не трогайте не нажимайте лишний раз поэтому когда мы размассировали достаточно жестко крестец наша рука расходится и двумя пальцами мы обнимаем осисти отросток и дальше идет вибрация самих оси осисти отростков наша цель их расшатать как можно большего экране чтобы подготовить организм дальнейшем анализ манипуляции зажали между пальцами да и прошлись во всем отросткам до самой шеи дохода позволяет позволяет тело человека напишу в этот момент тоже можно услышать раз тоже какие-то позвонки будут ратируем и станут на место не писать честно говоря так тогда сет номер три после этого мы переходим на локтевую работу до то есть тут работа кулаками самого первого это вибрации второе это кулаки лапа леопарда лапа леопарда называют это положение а тут приемов много локтевая техника то есть наша задача с каждым следующим шагом мы выходим все глубже и глубже в мышцы по принципу от общего идем к частному от простого к сложному и от поверхностного к более глубокому когда мы все уже разогрели тут тело уже становится податливым в принципе она позволяет поменять его глубже локтевую технику начинаем с того момента с того места где мы закончили то есть мы закончили на ягодицах чтобы лично с небес вокруг человека там же мы собственно говоря и продолжаем значит локтем мы первое что прорабатываем во первых можно проработать конкретном точке все дальше начинается вот здесь как его обнаружить ну так условно визуально да вот ставим примерно точку на выходе бедра на косточки где ямочка да и на седалищном на седалищном кости сейчас покажу на скелете то есть получается вот сюда еще кость в которой мы сидим здесь рисуем точку на темно проекцию точки на теле человека вот тут рисуем точку и вот тут рисуем точку тут ямочка обычно в этом месте получается такой треугольник у нас да ровно по бисектрисе из углов этого треугольника да получается вот тут в этом месте идет начинается дальше нерв это все вот эти вот все он образуется все вот эти вот нервные корешки конский хвост так называемый от первого двенадцатого примерно грудного отдела вместе со всеми вот этими объединяется в один толстый нерв который вот отсюда начинается и чаще всего здесь собственно проблемой начинается потому что грушевидная мышца его пережимает и сжимает передавливает прижимая как раз это косточки поэтому поэтому так нажимай просто уже а а а вот находится весь убежденной кости там как правило мышц мало такая ямочка будет у них людей вот от этой точки рисуем треугольник до верхней точки и до себя что кость получается на пересечении 10 треугольник треугольник до у нас . куб начинается седали шнер его мы проработаем локтями да я поэтому пишу первое целая техника это работа по точкам места крепления мышц на тоже курсу видны мышцы тут их многое все печать не будут на большая количество среднего личного лично прикрепление их с этой стороны костей так растирание или глубокое проминание ягодиц по мышцам как сюда вот стану так и в обратном стану при повороте ноги похоже на пив мы потом не буду становиться так глубокое проминание напишу далее рисуем птичку вот такую крестца с двумя подковами берет сминатик премьер прием нож входит в масло когда мы вдоль нарисую вы вот или время подошли кости вот тут идут ребра плавающие и нам тут и квадрата мышцу надо растянуть вдоль не попав на ребра на кости грибы подошли кости иначе будет больновато неприятно с человеку это у нас в тело входит от пальца расширяется расширяется все приближешь целиком и может кому-то там будет позволено еще и локтем сделать да ну вот на всем по осторожней если это еще будет такой удар это достаточно болезни поэтому иногда мы особенно с худенькими людьми доходим только вода эта зона до расширения расширяем расширяем меня нанесу так вот тут направление вот даже предплечье соответственно все наши движения локтевые делаем так чтобы мы скользили мимо осистых позвонков ни в коем случае не касались на них не давили это достаточно болезненно да и просто говоря не нужно и неприятно просто у некоторых людей бывают выпирают осисти позвонки и когда вам буду работать да иногда бывает что можно задеть поэтому просто будьте внимательны так дошли несколькими движениями но входит в масло или может входит в масло и продолжаем локтем обрабатывать концентрические округа не приближаясь в этой точке надо ямочка ямочка это кость даму чуть-чуть на дне стали на кость на самом не давим но ямочки знаете особенно женщины более ярко проявлены далее мы перевозим руку над подзвучной костью да и подбиваем ударная техника ее в нескольких местах таким образом мы еще больше декомпрессируем тазовую часть вот вот этой точки так записываем это это отбитие воздушной кости шестое вернулись назад ну симметричный дал ты рисую и начинаем делать спиралевидное движение вдоль позвоночника по паравирсобральным мышцам снизу вверх наше движение идет и и и и и и